всем привет всем кто заглянула мой канал меня зовут Ребина я сегодня собиралась в Кастораму но я приехал в Кастораму и оказалось что орхидеи там вынесут в зал только через полтора часа ну и я решила тут все рядышком как бы относительно проехать несколько остановок до торгового центра Мега и я сейчас нахожусь здесь в Ашане я также зайду и в Леруа и в Икею постараюсь зайти ну и сейчас покажу что на данный момент сегодня в четверг здесь имеется выбор не особо большой конечно но что-то что-то да есть стоят вот такие фалинопсисы не знаю что это за сорт сейчас я стараюсь избавиться немножечко от своей сумки она мне мешает так и кстати здесь стоят цимбидиумы несколько цимбидиумов и всего три по моему но я хочу их показать вам потому что один мне очень понравился так вот такая красота они стоят 1032 рубля я давно не была здесь в этом Ашане именно в меде какое-то время тут были недорогие фалинопсисы но потом как-то все резко стало очень дорого здесь же ну вот по такой цене кстати тут что-то стоит орхидея фалинопсис 570 рублей получается что какие-то из них и 570 рублей стоит ну это уже надо узнать либо на кассе либо пойти найти этот аппарат искать аппарат я не буду потому что кому надо тот и так приедет в этот магазин и узнает цену и купит нужный себе цветочек а вот разброс цен вот такой 570 70 и 1032 рубля фалинопсисы а то иногда мне пишут недовольные комментарии что могли бы пойти и пикнуть хорошие мои не могла бы пойти и пикнуть потому что не обязана простите уж за такую откровенность но вот правда жизни такова ну что-то с кустиком в принципе ничего так какие-то тут непонятные пятна правда ну вроде не знаю что это за пятна надо их рассматривать поближе может они безобидные и корневая имеется там позади есть и полосатенькие и розовенькие фалинопсисы вот такие вот стоят парочка мне интересно через полтора часа когда я приду обратно приеду в мегу будет ли оно того стоить чтобы я вот потратила время на все это силы такой вот фалинопсе стоит ну розовенький беленький я вам не стану показывать цимбидиума цимбидиума стоит почти 2000 1037 рублей тяжелый кустик ладно боюсь я его трогать тот цимбидиума вот стоит еще такой вот с розовыми цветами очень красивый очень просто просто потрясающей красоты цимбидиума рядом с ним стоит который вот я не смогла не могу я его взять он тяжелый он беленький такой беловато розоватый ну в целом он беленький жаль конечно что я не могу до него дотянуться и вот тот цимбидиум который я хотела вам показать вот он маленький но тут всего одна бульба одна единственная и вот он какой хорошенький его поставить так чтобы я могла его вам показать нормальный этот цветочек вот так что то тут с фокусом вот вот он какой красивый и мне непонятно по какой цене идет именно этот цимбидиум потому что у него горшочек маленький обычный горшочек как у фалинопсисов не такой в котором сидят другие цимбидиума который почти 2000 стоит и мне интересно отличается ли на него цена всего из одной бульбочки в маленьком горшочке два цветоноса и я даже не вижу новых росточков нет новых росточков я не вижу может быть его надо получше разглядеть но цветы у него конечно изумительные но это конечно мой любимый желтый цвет этот цветочек видимо постарше у него уже и цветок не такой желтый и розовизна розовинка на губе прошла а вот эти вот цветочки они уже помоложе это то что есть в ашане сейчас пойду найду дорогу в леруа потому что здесь все поменяли приходится идти подземными путями очень сложно и далеко теперь я в леруа и посмотрим что здесь всегда не вовремя начинают говорить эти дяденьки тетеньки объявление а по сколько же стоит здесь фалинопсисы видимо этот голос мужчины он никогда не закончится в этом леруа я ждала ждала но так и не дождалась здесь стоят пульсации несколько кустов но наконец-то он замолчал вот такая очаровашка стоит с небольшими цветочками я уже забыла насколько шумно в этих магазинах особенно тут в миге по моему здесь намного больше включает всю эту рекламу в рупор все эти звуки от тележек от всего так я сказала цену 542 рубля стоят эти фалинопсисы стоят полосатенькие вот такой вот пестрый красавец имейте ввиду что завоз был еще в прошлую пятницу то есть в лучшем случае завоз в леруа будет завтра это в лучшем случае так что это остатки которые сладкие вся эта красота я прошу прощения за возможный негатив в первой части когда снимала ваша не про то как я сказала что кому надо сами пойдете и пикните и узнаете цену орхидеи я вовсе не хочу никому нагрубить но это относится к тем особо как бы это сказать помягче слово наглое как бы сказать помягче вот к таким вот комментатором который считает что я кому-то что-то обязана ходить пикать узнавать всю цену все это учитывая то что аппараты у нас вот эти вот пикалки работают через одну работу у них далеко не идеальная может быть в москве в питере они хорошо работают но не у нас самаре так что бывает так что весь магазин а бежишь чтобы узнать цену и в результате так и приходится узнавать и только на кассе поэтому нет уж спасибо я все-таки не сотрудник не леруа не ашаны дни юга я с этого ничего не имею я не реклама этих магазинов я всего лишь делаю обзор и показываю что что есть в этом магазине и называю ту цену и так называю эту цену которая тут имеется которую я вижу я знаю стоят и от цветашечки поэтому не надо на меня обижаться надо просто помнить что никому из нас никто ничего не обязан и все тогда жизнь станет проще и удобнее не надо ни от кого ничего ждать так эту салатовую я по моему показала но это то что вот сейчас в леруа на данный момент там очень пёстренький фалинопсик стоит вот такой вот красивый но это знаете сейчас мне его сложно дотянуться далеко от меня но это тот вариант расцветки когда не знаешь как зацветет в домашнем цветении вот такие вот фалинопсицы он может зацвести и так как вот вы его купите но может следующий раз зацвести просто в пятнышку вот в такую вот бордовую пятнышку ну то есть все зависит от условий и от того что в ваших условиях решит учудить данная орхидеечка как вот у меня был орхаблом одной из орхидей которые я покупал в леруа можете посмотреть ссылочка на это видео сейчас в подсказках так что это бывает это бывает я хотела попасть в икею посмотреть что там есть из орхидей но оказывается икея у нас не работает так что на этом мой обзор из торгового цента центра мега заканчивается и поеду я в кастораму снова попытать счастья мне обещали что если через полтора часа я вернусь то орхидеи уже буду там стоять ну как раз полтора часика прошли пока я сюда приехала уехала сейчас я вам покажу всю эту стоянку через которую я проходила вот вход сейчас во все магазины в леруа и ашан через вот эту вот парковочку это вот здесь вот вход в икею там посередине где-то вход в ашан и там у того вот где вдали брежет свет вдали тоннеля в конце тоннеля вот в ту сторону там вход в леруа парковка намного больше чем сейчас вот в зоне моей камеры там территория за входом в ашан и и тут не видно есть большая территория ее надо вот проходить но в принципе не не сложно не страшно зашли вот вышли из автобуса и прошли есть указатели то есть идти прямо прямо ашан прямо в другую сторону направо пойдешь хлюра в леруа попадешь на лево пойдешь в икею попадешь но только она закрыта ну а прямо это ашан все поеду я в кастораму подписывайтесь на канал кто еще не успел это сделать нажимайте лайки нажимайте значок колокольчик и будете в курсе всех новых видео которые у меня выходят на канале и до встречи в икеи ой прошу прощения до встречи в кастораме ну